Здравствуйте! Я фермер Виктор Артемьев и покажу вам, как я высаживаю рассаду огурцов в открытом грунту и в своих теплицах. При посадке огурцов, разумеется, если она у вас в рассаде, вот эта 2-3 недельная рассада с закрытым корневой системой, мы выкапываем яму, и глубина ямы должна быть такая, чтобы у нас в нее ушла полностью корневая система. И вот посмотрите, в данном виде огурцов до семи долей появились маленькие корешки. Это значит, мы можем смело закапывать, садить этот саженец до семи долей, потому что в этом отношении пойдут дополнительные корни, которые усилят растение. В выкопанную яму я засыпаю 1-2 горсти биогумуса, он же вермикомпост, можно компоста. Далее, пролитый заранее горшочек, перли переворачиваются, легкий удар, и мы получаем вот такую вот конструкцию. Опускаем в яму, не уплотняем, ни в коем случае не уплотняем его, потому что мы поломаем корни или растения. И засыпаем плодородной землей практически до семи долей. Вот. Растение посажено. Маленькая рассада, она не требует немедленной подвязки. Значит, по мере роста мы будем эту рассаду подвязывать. Вариантов подвязки существует несколько. Один из них традиционный. Мы берем веревочку, завязываем вокруг растения такую петлю скользящую, вот, чтобы оно было отверстие большое, и уже по часовой стрелке обматываем огурец. Это одна из видов подвязки. Другой вид подвязки заключается в том, что мы используем клипсы. Пластмассовая клипса, очень дешевая. Чем она хороша? Мы, надевая клипсу на веревку, вот, мы ее зажимаем. А после этого вокруг растения защелкиваем. У нас получается растение зажато. Вот таким образом происходит процесс. Без всяких узлов, очень быстро и эффективно. Раз, растение подвязано. После этого по часовой стрелке оборачиваем. Попутно обрываем усики. Зачем это делается? При плотной посадке, относительно плотной посадке огурцов, усы сцепляются друг с другом и мешают работать с формированием огурца. Вы обратили внимание, что в данной посадке у меня два стебля. Просто, когда готовился к этой передаче, я посадил два семени в горшочек, в надежде, чтобы хоть одно, ну, по крайней мере, будет вырастить. Поэтому не принципиально один огурец мы можем просто... Я удаляю, как свою функцию он выполнил. Я показал вам, как высаживать. Расстояние между растениями в ряду должно быть примерно 20 сантиметров. Если бы вот это был стебель, нормальный огурец, вот примерно на таком расстоянии. Рекомендую использовать капельный полив. Основная причина – экономия нашего самого времени. Потому что каждый день под огурец надо выливать литр-два литра воды. Теплой воды. Лить с лейки, когда вода медленно впитывается, стекает. Для того, чтобы сюда литр попало под корни, нам потребуется литров 5-7 воды вылить вокруг этого огурца. Капельный полив нам гарантирует, что литр воды в течение часа проникнет в почву. И абсолютно для нас с вами это нетрудно. Третий способ – подвязки. Когда у нас с вами имеется саженец огурца, подготовленная ямка, внесено удобрение, мы берем подвешенный провод, подвязку, опускаем ее в яму, прижимаем ее чуть-чуть корневой системой, засыпаем и получили закрепленную в земле безопасным образом для растения нить, на которой у нас будет формироваться огурец. Обратите внимание, повторяю еще раз, формирование стебля идет по часовой стрелке. Почему? Все очень просто. Растение, как любое живое, смотрит на солнце. И движение головки растения по мере роста двигается за солнцем. И получается, что по часовой стрелке двигается само. И нам остается с вами два-три раза в неделю просто его подправить вокруг направляющей. Если мы будем давать против часовой стрелки, а растение будет само стараться по часовой, то у нас в результате получится неудобоваримый зигзаг, который при большом весе начнет обрываться или мешать нам работать с этим растением. Оптимальная подвязка огурца в закрытом грунте до двух метров. Ну, в открытом я дома формирую у себя примерно полтора метра восемьдесят. Так, чтобы можно было земли нормально обслужить этот огурец и сформировать стебель в один ствол. Нету лишних пасынков, нету потерь в урожайности. И хватает света и воздуха для того, чтобы растение жило и давало нам с вами вкусные плоды. После посадки я проливаю чисто символически с полейки, а так включаю ленточный полив и обеспечиваю необходимую влагу в корневой системе. После того, как растения высажены, я делаю первую обработку и подкормку с помощью биопрепаратов. Фитоспорин, триходерма, другие биологические препараты я растворяю в воде и делаю листовую обработку по листу. ну, извините, норму и количество сколько чего добавлять, вы почитаете на этикетке и вполне нормально сами справитесь. Вот, через примерно неделю на растении появляются первые, вот как вот здесь, вот первые завязи и пасынки. Три, минимум, три нижних пасынка, завязи обламывается полностью. Пока они маленькие, это сделать легко и абсолютно для растения безвредно. Как только у нас на растении появляется цветок, это значит, что резко останавливается рост корневой системы, растение все силы дает для того, чтобы из этого цветка обрастить плод. поэтому ослепляя три нижних узла, мы обеспечиваем усиленный рост корневой системы. После этого подрастающее растение, имея мощную корневую систему, обеспечивает и рост, и развитие плодов уже в динамике, как у вас будет получаться в теплице или же в открытом грунте. До появления растущих завязей, это примерно две недели, дополнительной корневой подкормки не требуется, потому что, во-первых, подготовили гряду, мы вносим необходимое количество органики, биопрепаратов и разрыхляющих, ну, в данном случае мы добавляли торф, вот, и для того, чтобы растение росло, достаточно в почве необходимых питательных веществ, но с появлением завязи, с появлением, значит, развития плодов, растения требуются дополнительных веществах, калий, фосфор, азота у нас хватает, вот, поэтому берем в качестве подкормки, первое время мы делаем листовую подкормку, я делаю раствор, настойку, настойку на яичной шкарлупе и на зале, как бы водная вытяжка, эту водную вытяжку вместе с жидкими гуматами, полученными с помощью верми-чая, я делаю нежную листовую подкормку, то есть опрыскиваю по листу и жду, когда растение развивается дальше, например, на третью, четвертую неделю на тонну воды добавляю ведро вытяжки из золы, ведро вытяжки из яичной шкарлупы и активно применяю настой крапивы, все эти растворы я вам покажу чуть позже как приготовляется как используется вот но важно не перекормить молодое растение азотом иначе оно пойдет развивать большие листы для того чтобы не в стебель а в листы листы вырастая крупными на азоте затеняют соседние растения препятствуют получению солнца для фотосинтеза то есть происходит замедление которое ухудшит все показатели вашего труда спасибо за внимание надеюсь информация будет вам полезна ухудшит 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 ухудшит